Продолжение следует... Разум и дух праведности в начале истории России открылся в словах мудрого Владимира Мономаха. Он сказал, жизнь человека священна, «Не давайте сильным губить слабых!» Так завещал великий князь Владимир Мономах своим сыновьям, и завет его приняла верующая усть. Падая и вставая, каясь из века в век, она передавала его из поколения в поколение. «Не давайте сильным губить слабых!» «Не боязнь и не крайность заставляет меня говорить так, но совесть — душа, которая мне на свете всего драгоценней!» Говорил Владимир Мономах. Александр Невский обращался к вере и душе своих дружинников. «Не в силе Бог, а в правде!» Эти слова отозвались в русском народе. Александр Невский выразил дух веры народной, «И народ назвал его невеликим, а благоверным и святым, склоняясь не пред его силой человеческой, а пред Божьей правдой, которой он служил». Сила человеческая проходит, а правда Божья остается в словах и делах людей. Здесь и ясное разрешение вопроса о культе личности. Следуя заветам Христовой Церкви, верующая Россия всегда полагала, что истинную славу надо воздавать только Богу. И оттого, после своей победы над Наполеоном, в России была выбита медаль, на которой начертаны были не тщеславные, но полные высокого достоинства слова «Не нам, не нам, а имени Твоему!» Это слова псалма «Не нам, не нам, а имени Твоему Господи дай славу!» И выразитель веры и духа России Дмитрий Донской говорил русскому народу «Бог – заступник наш!» Это была вера в высшую нравственную силу и правду, которая дает смысл истории народов и каждой отдельной человеческой жизни. Реальная история – это не только материальный, но и духовный факт. Не было в России рыцарских законов и соединенных с ними сказаний, как на Западе говорит историк русский Ключевский, но из родной стороны светит русскому народу. Другие памятники, другие замки и сказания – это прославленные монастыри. В них и около них развивалась духовная сила и культура русского человека и воспитывалась его человечность. И не как придется, а в молитве, посте, самотвержении, нестяжании, преодолении гаизма, материализма и подчинении своей воле, воле Божьей во Христе. Отшельники в овчинных тулупах и худых ризах были владетелями исторических русских замков, землянок и древних келей. С маленьких церквушек начинались эти национальные твердыни Руси, проливавшие свет на ближнюю и дальнюю окрестность. Веру, молитву и братолюбие. Расширяясь дарами имущественными, эти обители кормили голодных, принимали странников, выкупали пленных, их старцы-духовники водворяли кротость в нравах народа, целили недужных, вразумляли гордых, обличали сильных, служили оплотой духа против разбоя и нечестия, откуда бы, сверхов или низов, оно не исходило. Известно, что русское просвещение шло от церкви. Мудрые странники под видом юродивых обличали грехи правителей, князей, царей народа. Даже такие властители, как царь Иоанн Грозный, смирялись пред обличением нищих мудрецов. Сила духа входила в жизнь русскую. Оплот веры становился оплотом народа. Так троица Сергиева обители стала огождением Москвы, ее ангелом-хранителем тяжелые дни. Когда вместе с разнообразной набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой лавры, говорит русский историк Ключевский, иногда думаешь, почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным, неизменным взглядом наблюдая и ровной, бесстрастной рукой записывал, ежесадеясь о русской земле. И дело это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умирающий целые столетия. Такой бессменный и неумирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение пятисот лет поклониться гробу преподобного Сергия и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы русской земли. Между прочим, он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывной волной протекавшего, как гробу преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни преподобного, как рассказывает его жизнеписатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были иноки, князья, вельможи и простые люди на селе живущие. И этот поток не изменялся в течение веков, несмотря на неоднократные глубокие перемены в строе и настроении русского общества. Старые понятия стякли, новые пробивались и наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов русской земли, бьют до сих пор тем же ключом, как были прошлые века. Правдивы эти слова историкам. «А несправедливы сейчас». ПЕСНЯ 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 За жизнь во славе Христу я, Госудую сестру. Мы передавали беседу Владыки Иоанна Шаховского и две стихиры в честь русских святых. Вы слушаете голос Америки из Вашингтона. Продолжаем первый час нашего религиозного обзора. Первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых. В Русской Церкви, кроме прославления вообще всех святых, во второе воскресенье после праздника Святой Троицы отмечается также память всех святых с земли российской просиявших. Церковь установила совершать память всех святых после праздника Пятидесятницы для того, чтобы показать верующим, как духовно возрожденное и спасенное человечество в лице святых использовало те духовные дары, которые в день Пятидесятницы были неспосланы апостолам в Иерусалиме около двух тысяч лет назад, для того, чтобы исполнить заповедь Христова быть совершенным, как Отец Небесный. Празднуя память всех святых, Церковь как бы желает напомнить верующим, что каждый христианин не только призван к святости, но свят в силу того, что он творение Божие и носитель его образа. В свете евангельского учения смысл жизни человека заключается в том, чтобы преодолеть все то, что делает его не святым, что удаляет его от совершенной святости Бога. Христианство учит, что Церковь является продолжением жизни Христа на земле, и как Христос, она сверхнациональна, всемирна, вселенская. В следствии этого, каждый народ, переживая на свой особый лад истины, возвышаемые Церковью, налагает на них свой собственный отпечаток. С точки зрения христианства, каждый народ имеет особое религиозное призвание. Наиболее полно, это призвание осуществляется его религиозными гениями, то есть святыми. В отношении русского народа это верно так же, как и в отношении всякого другого народа. Поэтому, чтобы знать подлинную русскую духовность, недостаточно знания одних только идей и русских духовных течений последних веков Соловьева, Достоевского, Бердяева, Киреевского, Хомякова, Булгакова, Флоренского и других. Нужно также ознакомиться с русской духовной традицией, составляющей саму религиозную жизнь народа. Эта традиция выражается в богослужении, в иконах, в благочестии, в явлении старчества и в явлении тысячи новомучеников, в наше время отдавших свою жизнь за верность вере и Церкви. Принятие креста и страдания входит в русскую духовность неотъемлемой составной частью. Французский историк Леруа Булье по этому поводу заметил. Русский народ — один из тех немногих народов, которые любят сущность христианства, крест. Об этом же писал автор изданной в Бельгии книги «Очерки по истории русской святости» и романах Иоанн Калагриров. Русский человек уважает страдания, потому что всякое страдание есть участие в страстях и в смерти воплощенного слова, запечатлевшего, как учил святой Иериней, свой крест на всех и на всем. Речь тут идет не столько о так называемом юридическом искуплении, сколько о проникновенном, страждущем, органическом, сущностном участии в страждущей и, вместе с тем, неистекаемо изобильной жизни Христа. Продолжая свои мысли о русской святости, отец Иоанн Калагриров пишет, что, в отличие от византийской мистики, которая по своей природе пассивна, русская мистика более активна. Мы читаем. Нет большей ошибки, как представлять себе русских святых, судорожно сосредоточенными на себе самих и занятыми исключительно спасением собственной души. Даже самые мистические из них никогда не относятся с безразличием к судьбе ближнего и к судьбе мира. Уход от мира никогда не является для них ничем иным, как только средством путем к более тесному единению с Богом. К тому же он почти никогда не бывает у них окончательным. Достигнув свои цели, они обычно возвращаются к людям, чтобы принести им в утешение спасительную весть. Русские святые очень человечны и, вместе с тем, очень активны. Многие из них обладали перворазрядными организаторскими способностями и были наделены темпераментом борцов и апостолов. Они с одинаковой силой и мужеством борются с язычеством и со злой волей князей. Неверующим, которые совершают туристическую поездку в Троице-Сергиеву-Лавру в Загорске, должно показаться странным то почитание, с которым верующий подходит к раке с мощами святого основателя этого монастыря, преподобного Сергия Радонежского. Быть может, они вспомнят даже слова Ленина, который почел, возможно, назвать христианство труположеством. Но мыслящий человек едва ли согласится принять подобное кощунство за объяснение. На чем основывается учение Церкви о почитании мощи? Об этом говорит протерей Кирилл Фоти в своей богословской беседе. Укажем, прежде всего, что речь идет именно о почитании, а не о поклонении, которое воздается только Богу. Святые мощи, как и иконы, верующие почитают, как зримое выражение святости, бытия преображенного и прославленного. Святым мы называем того, в ком уже при его земной жизни до конца был осуществлен, заложенный в каждом человеке образ Божий. Не только душа, но и тело святого становится храмом, сосудом, исполненным до конца благодатью и славой Божией. Святость есть результат совместного действия, освящающий силы Божией и человеческого подвига. В святости восстанавливается первозданный, райский образ человека, освободившегося от разрушающего действия греха. Существует большое многообразие различных образов святости. Святость столь же многосторонняя, как и дарования, которыми наделены люди. Мы знаем святых, подвиг которых был до конца сокрыт от постороннего взора и стал явным лишь после их отшествия из мира по тем чудесам, которые по их молитве были явлены людям. Святость других подвижников была очевидна людям уже при их земной жизни. Она угадывалась в той силе молитвы, которой эти подвижники были наделены, или в способности врачевать недуги и видеть то, что сокрыто от взора других людей. Ученики преподобного Сергия видели его парящим в воздухе во время молитвы и удостоились видеть ангелов, стоявших в храме рядом с ним. Лик другого великого подвижника, преподобного Серафима Саровского, бывшего старшим современником Пушкина, озарялась во время молитвы небесным светом, а особо близкий к преподобному Серафиму ученик его, Матавилов, был свидетелем того, как преподобного посетила сама Богоматерь. Общей для всех святых чертой следует признать отвержение ими земной славы и признания. Даже творимые ими чудеса были сокровенны и открыты лишь ограниченному числу их современников. В этом отличие истинных чудес от ложных, впечатляющих чудес антихриста, от которых предостерегает нас Евангелие. Совершая чудеса, святые призывали исцеленных воздавать славу Богу, а не им. В великом и сравнительно редком подвиге юродства святые доводили это отрицание мирской славы до предела. Они принимали на себя образ умалишенных и терпеливо сносили преследования и издевательства. Святость, которой подвижники были отмечены во время их земной жизни, в некоторых случаях выражалась и в том, что тела их после смерти оказывались недоступными тлению, и останки таких святых церковь окружает особым почитанием. Нетленность тела святого с особой наглядностью являет нам одну из центральных истин христианского откровения. Смерть не всесильна, ибо она не была создана Богом и вошла в мир лишь как временная тень греха. Размер этой смертной тени возрастает по мере того, как творение удаляется от Бога и исчезает в меру нашего возвращения к источнику жизни, совершенной и вечной. Нетленность останков святого свидетельствует нам, что телесная смерть есть временное состояние. Оно будет преодолено всеобщим воскресением из мертвых, когда творение в Боге, имеющее свое начало, в нем же обретет свое завершение. Святые мощи угодников Божиих сияют нам славой пасхальной победы, которую одержал над смертью Христос новый Адам. Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы в себе обновить человеческий род и вывести его из объятий смерти. Добровольное схождение в смерть Христа воплощенной жизни сломало власть смерти. Ей оставалось лишь в страхе отступить перед ним, признав свое поражение. Мы передавали богословскую беседу про теория Кирилла Фотева. Вы слушайте голос Америки из Вашингтона. Продолжаем первый час нашей религиозной программы. В христианской церкви святых такое множество, что церковные календари являются лишь еле уловимой тенью бесчисленного собора святых. Имена одних святых известны, другие остаются безизвестными. Для того, чтобы не лишить безыменных святых земного прославления, церковь в определенные дни года, отмечают память таких святых в виде больших групп, как, например, святых отцов вселенских соборов, святых, отличившихся своим постническим подвигом, память которых отмечается до начала Великого Поста, память всех святых в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы и всех святых земли российской пресеявших во второе воскресенье после Пятидесятницы. Последний раз, когда был установлен день поминовения группы святых, был в 1918 году на Всероссийском церковном соборе. Собор постановил ежегодно 25 января по старому стилю 7 февраля по новому посвятить молитвенной памяти всех замученных за веру под знаменем советского воинствующего безбожия. В настоящее время русская православная церковь за границей ведет интенсивную работу по сбору материалов для прославления новомучеников российских, которое должно состояться на предстоящем восемьдесят первом году в Америке всезарубежном церковном соборе. Об этом писала в прошлом году группа верующих в обращении к русским православным христианам в Отечестве и России несущим по поводу предполагаемого прославления русских новомучеников зарубежной церковью. Между прочим, трое этого документа священник Глев Якунин, Виктор Капитанчук и Лев Ригельсон были арестованы в Советском Союзе за свою христианскую деятельность. Говоря о древнехристианском прославлении мучеников, авторы указывают на принципиальные отличия советских гонений на христиан в двадцатом веке от гонений первых веков. Во времена гонений в раннехристианской церкви принятие мученической кончины за исповедание христианства считалось достаточным свидетельством о святости. Причем мученическая кровь омывала предшествующую жизнь мученика. Так что даже явные грешники очищались в подвиге мученичества и удостаивались венцов святости. Таким образом, праведность предшествующей жизни не была обязательным условием прославления мученика. гонения на верующих в России в 20 веке существенно отличаются от гонений в первые века христианства. Гонению подвергалось не само христианство, как это было в первые века его существования, а церковь. Церковь воспринималась гонителями как социальная организация, неразрывно сопряженная с тем старым миром, который предполагалось разрушить. Служение церкви, защита церковных интересов, наконец, просто активная церковная жизнь воспринимались как политическое сопротивление, требовавшее, по мнению властей, применение репрессий. Несомненно, в то же время, что вдохновляющим в гонениях был богоборческий пафос, темное прельщение, равного которому не знала человеческая история. Далее авторы обращения пишут о том, как на их взгляд будет воспринят акт прославления русских новомучеников верующими в Советском Союзе. Для нас, живущих в России, несомненно, что прославление святых не может остаться частным делом одной из юрисдикций русской церкви. Мы свидетельствуем, что молитвенное почитание мучеников и исповедников все шире распространяется в русской земле, и выражаем глубокую уверенность, что акт канонизации, даже если он будет совершен одной лишь синодальной церковью, будет с подлинно религиозным энтузиазмом воспринят русским духовенством и церковным народом. О прославлении новомучеников много и красочно писал известный проповедник, арестованный в Советском Союзе 15 января этого года священник Дмитрий Дудко. В частности, об этом он писал в редактируемой им до своего ареста газеты проповеди «В свете преображения». Мы читаем. «Русские мученики должны заговорить. Умирали они под страшное молчание и испуг человеческий, с зажатым ртом, неведомо и незнаемо. Только выла пурга, только ветер шелестел, да собачий смех разносился кругом. А ныне, после трудных тяжелых лет, после замороженной памяти, начинает пробиваться воскрешающий луч солнышка, и, как первый бегущий ручеек, пробивая не сдающиеся пока льдинки, раздается, наверное, голос мучеников. Русские мученики должны заговорить. Трудно сказать, они ли это говорят нашим голосом в наши дни разорванного молчания, но если они, то нам, говорящим вопреки не хотящему разорваться молчанию и сплошной корки лицемерия и подхалимства, говорить их голосом, надо прикоснуться и к их страданию. Нас пытаются бросать в псих больницы и тюрьмы, приводят к правителям и судьям, окружают проволокой и заграждениями, заставляя нас замолчать. Но это не мы говорим. Говорят наши русские мученики. Дух Святой вдохновляет, что нам сказать. Мы молчим подобно им замученным, подобно и нашему Учителю Христу, не дади ответа, и это говорит. Мы говорим пусть сумбурно и для кого-то неубедительно, и это говорит. Нам зажимают рот, и это говорит. Нас путем подавляющих современным средств заставляет говорить не то, что надо, и это говорит, как надо. Все говорит, потому что молчание разорвано. Господи, помоги всем коснувшимся или прислушивавшимся к невыносимому стону русских мучеников быть стойкими, как они, быть любящими, как они, восклицая всепрощающие радостно. Прости Господи нашим врагам, ибо не ведают, что творят. Господи, помоги быть терпеливым и единым с Тобою, как они наши мученики. Господи, помоги нынешним юношам, вышедшим из семей безбожников и бросившим вызов своим родителям их безбожной неправде. Помоги им при виде страданий за правду, воскликнув им, и мы, христиане, просвещаться с начинающимся светом воскресения, быть светлыми в этом сиянии. Господи, помоги неравному стоянию всего народа перед навалившейся глыбой тоталитарного подавления выдержать и не сломиться. Еще немного осталось, совсем немного, когда во всеуслышание и по слову праведника преподобного Серафима Саровского запоют на Руси Пасху Христос воскресе. Особенно важно сейчас не сломиться, когда все ведет к воскресению. Господи, помоги всем людям и нынешним и будущим быть достойными своих мучеников. Тысячелетие крещения на Руси должно же значить, что не напрасно святой апостол Андрей Первозванный воодрузил на Киевских горах крест, символ будущего воскресения. Святой Руси Христос Христос Христос